Всем привет! Нередко бывают такие ситуации, когда нужно получить больший ток из линейного стабилизатора. В этом ролике я расскажу, как без особых проблем внести изменения в схему и получить нужный ток. Или же заменить одну схему другой. Итак, начнем, пожалуй, с самого простого. Это линейные нерегулируемые стабилизаторы, такие как 7805, 7812 и другие. Как известно, у них выходной ток может достигать 1,5 А. Казалось бы, для многих схем этого вполне достаточно. Но бывают ситуации, когда их нет под рукой. Или же нужен больший ток, чем 1,5 А. А также может возникнуть потребность в нестандартном напряжении, допустим 11 В. В таком случае есть идеальное решение. Это заменить стабилизатор на транзистор и стабилитрон. Схема выглядит таким образом. Она очень проста. Стабилитрон создает необходимый ток на базе транзистора. А тот, в свою очередь, выдает определенное напряжение на эмиттере. Схема простая. Но вот просто взять без расчета и поставить с потолка элементы нельзя, так как работать будет нестабильно. Поэтому сейчас займемся расчетом. Сразу важное замечание. Напряжение стабилитрона должно быть на 1 В выше, чем требуемое напряжение на выходе. Это из-за того, что есть падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер. Теперь будем подставлять данные, которые у нас есть для расчета схемы. Итак, напряжение питания будет 25 В, выходное напряжение 11 В, а ток потребления 2 А. Из входных данных выбираем транзистор. Для такого стабилизатора отлично подходят составные транзисторы, так как они требуют гораздо меньший ток для управления. У меня под рукой нашелся только тип 122, но всем советую в дальнейшем использовать тип 142. Под него и будет разведена плата. Рассчитаем, какой ток базы необходимо создать. 2 мА. Как видим, ток для управления требуется мизерный. Это хорошо, стабилитрон не будет перегружаться. Из каталога выбираем стабилитрон. В нашем случае 1N4742. И далее считаем резистор для стабилитрона. 309 Ом. Ближайшее значение 300 Ом. Как видим, в этом нет ничего сложного. Теперь посмотрим, какая мощность выделится на транзисторе. 28 Вт. Для такой мощности необходимо установить хороший радиатор на транзистор. Для его нормальной работы. Если вам был непонятен принцип расчета стабилитрона, то можете посмотреть мой обучающий ролик. Про стабилитроны. Ссылку прикреплю. Теперь другой поворот событий. Когда у нас нету составного транзистора. На примере 2SC5200. Рассмотрим, какой ток базы нужно создать. 30 мА. Как видим, ток довольно-таки большой. А при использовании других транзисторов может вообще оказаться недопустимым. В таком случае можно сделать составной транзистор самому. Для этого необходимо в схему включить дополнительный транзистор. Так как это показано на экране. К примеру, BD139. И повторить расчет. В первую очередь рассчитаем, какой ток нужен для первого транзистора. Сделать это можно просто поделив значение тока базы первого транзистора на H212. И получим 0,75 мА. Далее, как и в первом варианте, рассчитываем резистор для стабилитрона. 318 Ом. В итоге резистор оставляем тот же, на 300 Ом. Мощность рассеиваемая на транзисторе останется прежней. А говорюсь еще о том, что получить слишком большие токи с транзистора нельзя. Подробнее про это расскажу в следующем расчете. Теперь рассмотрим, каким образом можно умощнить регулируемый линейный стабилизатор. Типа LM317 с помощью транзистора. Обычно начинающие радиолюбители по такой схеме строят свои первые блоки питания. Вы спросите, зачем его умощнять, если есть LM338 с выходным током в 5 Ампер. Да, не спорю, штука хорошая. Но если нам нужно регулировать ток до 5 Ампер, то LM338 будет стоить дороже, чем в сочетании транзистора и обыкновенной LM317. Если же ток нужен выше 5 Ампер, то 338 точно не вариант. Сразу предупреждаю, не стоит думать, что если мы умощняем стабилизатор, то можно кочегарить любой ток. Это не так. Количество тепла, выделяемого на транзисторе, будет зависеть от потребляемой нагрузкой тока и разницы входного и выходного напряжения. Примерное значение рассеиваемого тепла можно посчитать по формуле. Для примера, если у нас входное напряжение 30 В, а выходное 12, и ток будет течь в 6 Ампер, то на транзисторе будет рассеиваться 108 В. А это, как вы понимаете, очень большая величина. Единственным решением в такой ситуации я вижу применение многовыводного трансформатора, обмотки которого будут коммутироваться устройством, которое собирал Ака Касьян. Но так как из этой схемы хотят выжать побольше тока, придется затронуть еще один параметр при выборе транзистора для этой схемы. Он называется «Безопасная область работы». Исходя из требующихся вам тока и напряжения, смотрим вот такой график в дата-шите на транзистор. Напряжение коллектора-эмиттер – это то напряжение, которое упадет на транзисторе. К примеру, как было сказано выше, если входное напряжение 30 В, выходное 12, следовательно, разность напряжений между коллектором и эмиттером будет 18 В. Сейчас мы рассматриваем дата-шитный транзистор 2SC5200. И, как видим, он может при такой разнице напряжения выдать ток в 6-7 А. Но в таком случае на нем выделится очень много тепла. Поэтому ко всему нужно подходить с умом. Брать мощный радиатор с активным охлаждением и, естественно, не превышать максимальную рассеиваемую мощность транзистора. Для еще лучшей теплопередачи стоит выбирать транзистор в таком корпусе, который может лучше рассеивать тепло. Такие, как ТО-3 и ТО-247. Итак, с основным разобрались. Теперь можем сделать печатные платы для наших устройств. Первое делаем для транзистора из стабилитрона. Она, конечно, получилась смешной. Ее без особых проблем можно было сделать и на макетке. Но у нас все целевизовано, поэтому делаем так. Как я уже говорил выше, плата рассчитана под транзистор тип 142, так как у него лучше теплопередача. Второй разводим плату для ЛМ-ки и транзистора. Тут важно, чтобы транзистор был ближе к ЛМ-ке. И в случае перегрева она может отключиться и, следовательно, спасти транзистор. Теперь я приступаю к травлению плат. А вам в это время порекомендую компанию по их производству. PCBWay. Сам заказывал у них платы и остался доволен. Платы получаются очень качественными. И на их базе можно строить кит-наборы и продавать. Попробуйте. Тем более, что при регистрации вы получаете купон на 5 долларов. Когда изготовили платы, займемся пайкой элементов. Их тут, конечно, кот наплакал. Но смысл ролика не в изготовлении платы, а в расчете схемы. После запайки получаем вот такие аккуратненькие платы. Теперь приступаем к тестам. Для этого подключаем к лабораторному блоку питания первую плату. Нагрузкой в данном случае будет лампочка на 12 вольт 5 ватт. И смотрим на входное и выходное напряжение. Как видим, я выставляю на лабораторном блоке разное напряжение. А на выходе оно колеблется в районе 11 вольт. В принципе, такой небольшой разброс допустим. Теперь подключаем вторую плату. Как видим, транзистор я установил на массивный радиатор, чтобы можно было выжимать большой ток. С ней тоже нету проблем. Выходное напряжение регулируется в установленных пределах. Также протестируем выходной ток. Для этого возьмем резистор на 3,6 Ом и 2 Вт. Подключаем его через амперметр. Как видим, ток в 2,3 А можно получать спокойно. И запомните, чем больше разница входного и выходного напряжения, тем сильнее греется транзистор. На этом ролик подходит к концу. Понравилось? Ставь лайк и подписывайся на канал. До новых встреч!